мы заселяемся в отель вполне себе симпатичный в этом отеле мы проведем неделю сейчас я вам покажу наш номер отель довольно-таки новый несмотря на то что он недорогой выглядят очень прикольно вот это наши вещи здесь уже образовался бардак в номере есть кухня вот такая вот кровать картина довольно приличный номер есть рабочее место есть телевизор есть балкон сейчас посмотрим что у нас на балконе у нас вид отсутствует но есть два стула в общем что мы будем располагаться запомните эту комнату такой такой она больше никогда не будет днем всегда стабильно жарила а ночью его было были наш первый вечер на бале палийский салат коктейли друзья я не работаю я работаю в россии первая встреча с океаном конечно на расстоянии вытянутой руки очень пасмурно сейчас короче сезон дождей идет мы не знали и он будет идти весь февраль а сейчас 5 февраля тот момент когда ты едешь на бале думаешь ты сейчас поваляешься на пляже загоришь классно покупаешься нет а это далеко не так вот давайте начнем рубрику развенчание мифов про бале во первых пляж для серфа да повторюсь этот пляж неплох но для пляжного отдыха стоит выбрать другой район морген и морген давай на площадь вы морген вы морген ты потом ставить в виду сюда а это наше первое утро на бале это не рай это мини баунти ребят мы пришли в кафетерий на завтрак будем брать авокадо тост и ленивую овсянку у нас здесь ленивая овсянка я видела что это очень вкусно решила тоже попробовать и авокадо тост с цветной капустой у вас ничего вкусного нет да то пришли сегодня у нас второй день нет у нас третий день и мы сегодня поедем в другой другую часть острова вулу вату на полуостров букита для того чтобы посмотреть жилье в которое мы будем съезжать из этого отеля через неделю приехали на пляж нусадо посмотрели один один вариант размещения он нам не понравился и сейчас мы будем делать небольшую остановку на купание и поедем дальше осматривать вариант вот так выглядит пляж нусадо здесь достаточно чистая водичка относительно тех пляжей на которых мы живем и сегодня неплохая погода ну что буду честно рассказывать вам про бали и про разницу и про разницу бали и пангана первое конечно что стоит отметить это точнее первое с чего я начну это пляжа на бали очень мало пляжей где можно нормально искупаться нормально провести время в классическом понимании пляжного отдыха то есть здесь все пляжи они такие более волнистые более серферские вот мы приехали ну да кстати мы приехали она сюда это более-менее пляж который подходит для купания принципе наверное таких как этот пляж здесь немного заехали в супермаркет взяли салатик перекусить мы все еще ищем жилье показываю вам пляж карма вот он красивый мы добрались очень быстро кстати когда на бали вышло солнце пушин ну как зачетный мне очень вкусно было но панган пока еще в моем рейтинге номер один плане соотношение цена-качество там безумно вкусная еда ченгу это конечно кладезь актрисы на крутых заведений чтобы покушать но и мои рецепторы пока не выражены короче очень вкусно бургер за счет буду сыр и поспорь и она говорит что в таиланде вкуснее было не особо так считаю короче бургер был за счет вместо того что сегодня у нас день x мы идем пробовать кататься на серфе сегодня первый день прям утра светит яркое солнышко и я надеюсь мы приедем на пляж и сразу же найдем себе нашего инструктора мечты который нас быстренько всему научит петька разминается сегодня очень крутая погода вот такие вот волны в чангу в самом эпицентре серфинга немножко волнительно 10 лет назад был на этом пляже и пробовал серф ничего не получилось вот спустя 9 лет ладно я буду пробовать впервые мне страшно но попробовать нужно все получится ирка зачем чаще люди приезжают на бали если не пробовать это самая важная мысль как-то можно в Таилан поехать да вот мы слим катались ну что ирка покорила серф вот такой высокий даже не влезает ну что первые впечатления серфинг это круто я прошла боевое крещение с серфом мне прилетел он в голову несколько раз падала было достаточно больно но в целом у меня получилось встать с первого раза ну это очень сложно так мы вернулись с нашего первого урока по серфингу и сейчас пойдем мы идем заниматься инфоциганством у меня есть телеграм-канал сейчас я буду заниматься на айти всех офигней потом телеграм-каналом с вами все это буду делать среди таких же бездельников там ну да сейчас мы идем крипто инвестировать в общем вот одеваем наши инвесторские тапки крипто тапки да да и крипто окно закрыло а ты крипто кошелек не забыл инвестируешь сколько поднял сегодня явилась иринка на пляж у истинного боится обязательно должна быть красная шея и того у нас еда из-за варунга пола рассказывай или это замороженный как на вкус вкусно да больше я хочу сделать гораздо вкуснее чем мороженое скажи да а а на лицо пойдем реклама маминой сумки а 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 в о э я как будто бы съела пять пар грязных носков вместе с двумя луковицами суклыми о Plano Congress На вкус он действительно нормальный, он не противный, да, он сладкий, вкусный, но эта вонь, ради нее я не готова, я не готова ее терпеть. А тебе мороженое не понравилось? Нет. Доброе утро, сегодня у нас последний день в Чангу, и мы идем на наше второе занятие, в общем, мы идем кататься второй раз на серфе. Хочу рассказать первое впечатление, как оно есть. Петя сейчас расскажет свое мнение. Лично мне, мне удается встать на доску, я понимаю, что я могу встать, я могу на ней ехать, могу удержать равновесие. Самая моя большая проблема психологическая, я ужасно боюсь волны, я боюсь, что когда я буду падать, меня накроют волной, меня накроют доской, что уже случилось два раза. Я боюсь получить какие-то травмы. Мне кажется, что у женщин вот этот вот инстинкт самостохранения, он выражен более четко, поэтому я боюсь всего, что может произойти во время катания. И физически, конечно, это выматывает жутко. Это интересно, это тезло с точки зрения психологических каких-то преодолений, это прямо must have, потому что я все свои страхи проработала. У меня там была и паника, и слезы, и страх, и ужас, но попробовать это, конечно, стоит. Я не уверена, что я буду дальше этим заниматься, потому что я каждый раз испытываю огромный страх. Здесь как твой. Мой? Ну, я долго не буду, мне понравилось первое, да, там, конечно, есть страшные моменты, но я этим заниматься дальше буду. Очень понравилось, и когда у тебя получается, это очень вдохновение. Ну, один момент неприятно, да, когда там падаешь, ну, может быть, что там, типа, тебя тащат за этой доской. Тебя тащит доска, у тебя поворачиваются колени под водой, плюс ты еще думаешь, как бы мне вдохнуть так, чтобы мне не прилетела бошка доста. Да, вот этот момент, действительно, нужно вдохнуть, потому что там, может быть, волна на волне. Я, когда падал, старался воздух по максимуму добрать, там, вау! Ну, короче, круто, мне очень понравилось. В общем, чтобы любить спорт, вы должны быть очень смелым, сильным человеком. Просто... Большим кошельком. Вот с иммунитетом, каким-то ударом, потому что травбы там неизбежны, они просто неизбежны. Мне не хочется каждый раз получать по башке. У меня красный нос после серфинга. В общем, мы съездили в кафе Тумуц, мы думали, что там будет русская кухня. Точнее, не русская кухня, а будут сырники. Там два раза в неделю готовят сырники, и мы хотели их поесть. В итоге их там не было, и мы приехали в хумус-бар. Кстати, очень красиво выглядит. И здесь сейчас будем есть сырник. М-м-м, как мало. Мы их на десерт оставим. Петя заказал мясо себе. Что это ты заказал? Хумус? Да, это... Хумус-бар. Хумус-бар. Так много всех. Мы уходим из Пинс-бич-клаба. Я никогда не видела такого количества людей в одном месте. Мне кажется, весь Бали просто сегодня здесь. Очень много народу. Продолжение следует... Продолжение следует... ...